Почему я решила начать цикл вебинаров о страховании детей с накопительных программ? Потому что это наиболее частый запрос со стороны наших клиентов. Если речь заходит о страховании детей, то прежде всего речь идет о накопительных программах. То есть украинские родители, есть потребность такая острая у украинских родителей сформировать капитал для оплаты обучения своих детей в высших учебных заведениях. Итак, бюджет либо контракт. Ни для кого не секрет, что образование высшее в Украине платное, как, собственно говоря, и во всем мире. Но при этом есть шанс у каждого ребенка поступить на бюджет. Все зависит от того, какой вуз, какая специальность и от того, как учился ребенок в школе, насколько он подготовлен и так далее. Есть возможность поступить на бюджет и в зарубежные вузы. Например, в Германии университеты предоставляют такую возможность иностранным студентам, либо в Чехии некоторые университеты такую возможность предоставляют. Но даже если ребенок поступил на бюджет в зарубежный вуз, то необходимо иметь деньги для того, чтобы оплачивать проживание, питание, услуги библиотеки университетской, ну и масса других есть затрат у студентов, живущих за границей. И для того, чтобы приступить к учебному процессу, необходимо каждому студенту, например, обучающемуся в Германии, иметь на своем банковском карточном счету несколько тысяч евро. Иначе этот студент не будет допущен к обучению. Таким образом, совершенно очевидно, что к тому моменту, когда ребенок заканчивает школу, и вы планируете дать ему предоставить образование хорошее, любое высшее образование, нужно быть к этому готовым. Нужны реальные живые деньги для оплаты обучения. И совершенно очевидно, если вы начнете это делать как можно раньше, пока ваш ребенок еще маленький, у вас есть время, запас времени, и в течение 15, например, 16, либо 17 лет можно без напряжения, небольшими суммами, маленькими шажками сформировать этот капитал. Какая средняя стоимость обучения в украинских вузах? Я готова, для того, чтобы сформировать накопительную программу в МедЛайфе, важно понимать, сколько необходимо денег вам для того, чтобы оплатить, чтобы быть подготовленным к этому моменту. Я сегодня буду говорить только об образовании высшем в украинских вузах. Я готова с вами поделиться своим опытом. Дело в том, что у меня есть сын, его зовут Иван, ему 21 год, и он является студентом Киево-Могилянской академии. Он учится на факультете политологии, и я попросила его, чтобы он узнал, сколько стоит обучение на сегодняшний день в Могилянке. От 25 до 60 тысяч гривен в год стоит обучение на разных факультетах в Киево-Могилянской академии. Примерно столько же стоит обучение в университете Шевченко в Киевском, например, в Вловской политехнике, в КПИ и в других вузах Украины. От 1000 до 2000 долларов. Чем престижнее университет, чем престижнее факультет и специальность, тем дороже стоит обучение. По сравнению с европейским образованием, образование в Украине не такое дорогое, но и уровень жизни в Украине не такой, как в Германии, в Канаде, либо в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, на момент окончания школы, на момент поступления в ВУЗ, родителям необходимо иметь от 100 тысяч гривен до 250 тысяч гривен, для того, чтобы не волноваться, не переживать. Конечно, можно рассчитывать на то, что ребенок может поступить на бюджет, если ребенок хорошо учится, но иногда обстоятельства непреодолимой силы могут помешать вашим желаниям. Например, мой ребенок учился хорошо в школе, он имел хорошие результаты по ЗНО, но не поступил на бюджет, хотя у него были все шансы. Дело в том, что 4 года назад многие престижные ВУЗы сократили количество бюджетных мест до минимума. Например, на нашем факультете 5 лет назад было 25 бюджетных мест, и мой ребенок имел большие шансы попасть, поступить на бюджет. А 4 года назад, когда мой ребенок поступал, бюджетных мест было всего 4 на нашем факультете, из них 2 льготных. И таким образом мы подписали контракт, хотя была возможность поступить в другие ВУЗы на бюджет и на юрфакт, например, в Нархоз. Из Нархоза нам звонили еще из каких-то университетов, но ребенок мой хотел учиться в Могилянке, он к этому готовился. И мы с мужем, естественно, приняли решение, что наш ребенок будет учиться там, где он хочет учиться, где ему нравится учиться, иначе для него это был бы стресс. Так вот, еще есть обстоятельства, которые иногда родителям мешают принять решение в пользу формирования вот этого капитала, накопительной программы. Часто это связано с тем, что люди занимаются бизнесом, предпринимательством, и они уверены в том, что их бизнес будет приносить им всегда стабильный доход, какой они имели все предыдущие годы. Но последний год всем землянам продемонстрировал, что такое обстоятельства непреодолимой силы. Ну, например, представители такой сферы, как туристическая, либо ресторанный бизнес, они пострадали больше всего от пандемии, поэтому лучше подготовиться заранее, чем, собственно говоря, пребывать в стрессе. Потому что если этот кризис выпадает на момент окончания школы и на момент поступления вашего ребенка, то это может быть серьезным достаточно стрессом и может помешать вашим планам. Итак, на момент окончания школы родителям необходимо 100 примерно, 250 тысяч гривен, в зависимости от того, в какой вуз планирует поступать ваш ребенок. Очень часто родители, когда ребенок маленький, тратят деньги практически бездумно. Я была таким же родителем, как и большинство других родителей. У меня единственный ребенок, он желанный, долгожданный, поздний ребенок. И то количество денег, которое тратилось на игрушки, оно совершенно безумное, неоправданное. Это сейчас я понимаю. Я не призываю родителей не тратить деньги на игрушки, но дети не в состоянии оценить, они не знают, сколько стоят эти игрушки. Очень часто их судьба примерно вот такая. И чаще всего в конечном итоге игрушки оказываются либо на помойке, либо в лучшем случае достаются по наследству соседским ребятишкам, либо отправляются, например, посылкой в детский дом. Я не призываю не дарить детям подарки. Я призываю часть из тех денег, которые мы тратим на игрушки, например, ну по-другому ими распоряжаться. Потому что игрушки могут быть разными. Они могут быть такими, не обязательно объемными, не обязательно дорогими. Потому что по большому счету нашим детям нужна безусловная любовь. И мы через подарки показываем детям свою эту безусловную любовь. И подарки могут быть другими. Просто часть тех денег, которые мы дарим на игрушки детям, их можно направлять немножко в другое русло. Можно начинать формировать накопительную программу для вот такого благого дела. И ребенок вам обязательно скажет спасибо за такой подарок. Ну, по крайней мере, мой сын сказал мне и моему мужу, когда мы отмечали 21-летие его в прошлом году, за столом в присутствии наших гостей, выразил нам благодарность и признательность за то, что он учится в том вузе, в котором он мечтал учиться. И он не представляет себе, в каком еще университете он мог учиться в Украине. Давайте я на конкретном примере расскажу вам, каким образом можно сформировать эту накопительную программу. Предположим, в качестве примера возьмем среднестатистическую украинскую семью, в которой есть ребенок. Кстати, по статистике в Украине на одного ребенка приходится в среднем 5-6 взрослых. Примерно 40-42 миллиона населения в Украине и всего 7 миллионов детей. Вот откуда это соотношение берется. И действительно, я знаю много семей, в которых один ребенок и, например, 5-6 взрослых. Это мама-папа, бабушки-дедушки, тети-дяди, крестные и так далее. Представим себе, что вот эта семья в том широком понимании, которое я сейчас вам продемонстрировала, принимают решение сообща купить накопительную программу в Медлайфе за 15 тысяч гривен в год. И в таком случае у этой семьи к 18-летию ребенка будет достаточно денег для оплаты обучения в украинском ВУЗе. Я говорю сейчас только об украинском ВУЗе. Естественно, если вы планируете дать образование ребенку за границей, то это совершенно будут другие цифры. Я знаю такие истории. У меня есть клиенты, которые сообща бабушке и дедушке с одной стороны, с другой стороны, со стороны мамы, со стороны папы ребенка, скидываются, договариваются между собой и оплачивают накопительную программу для своего внука. Оформляется обычно полис на родителя, на того, кто зарабатывает деньги в семье. И есть договоренность с родителями ребенка, что в какой-то момент они подхватят эту программу. Но пока бабушки и дедушки, пенсионеры работающие, они могут платить, они пока справляются с этой ситуацией. Есть у меня еще несколько клиентов. Это крестные мамы и папы. Они договорились между собой, согласовали это с родителями ребенка и оплачивают накопительную программу для своего крестника. Таких историй тоже достаточно много. У меня и у моих коллег сообща это делать гораздо проще и легче. Например, приходите вы в семью, если есть такая договоренность с родителями ребенка, например, вашего крестника. Вы приходите в семью, где есть ребенок, на Рождество, на День рождения, на какие-то другие праздники и вы дарите деньги своему крестнику. Подарок может состоять из двух частей. Собственно говоря, с подаркой, с какой-то игрушки и денег в конверте. И эти деньги, которые дарят в конверте крестные, например, тети, дяди, бабушки и дедушки, они служат оплатой очередной по данному накопительному полису. Зачем нужно покупать накопительную программу в страховой компании? Какая цель, основная и главная задача? Ну, безусловно, для начала в первую очередь необходимо научиться сохранять деньги, потому что многие люди, живущие на планете Земля, не умеют сохранять деньги. Люди в большинстве своем живут от зарплаты до зарплаты за счет коротких денег. Причина вторая. Защитить деньги от себя. Даже если человек научился сохранять деньги, ну, например, открыл счет в банке, но ручонки шаловливые всегда могут дотянуться до этого счета. И если очень нужны деньги на покупку какой-то, там, на распродаже, например, в империи меха, со скидкой 90% можно купить какую-то шубу, ну, почему бы не залезть в этот депозит, не забрать оттуда деньги, даже если целевое назначение у этих денег другое. Ну, мы же всегда рассчитываем на то, что можно деньги взять как бы в долг, потом вернуть. Ну, не всегда такое случается. Либо какая-то путевка горящая на Мадагаскар, например, да, по какой-то смешной цене, и такое бывает раз в жизни, ну, почему бы не взять эти деньги? Поэтому защитить деньги от себя, это тоже очень важно. Третья причина и третья задача – защита денег от инфляции. Если деньги хранятся дома, например, под подушкой, либо в какой-то красивой коробочке из-под китайского чая, это, конечно, все замечательно, это надежно, это всегда под рукой, но эти деньги не работают, они не защищены от инфляции, они обесцениваются, их может кто-то украсть, они могут превратиться в труху, их могут мышки съесть, ну, и так далее, и тому подобное. То есть главная задача – сохранить, защитить от себя и защитить от инфляции деньги. То есть сохранить реальную стоимость денег. И четвертая причина – это получить дополнительный инвестиционный доход. То есть кроме того, что деньги защищены от инфляции, если наши клиенты используют все инструменты, которые есть для защиты денег от инфляции, я чуть позже расскажу о них, есть возможность получить дополнительный инвестиционный доход. То есть какую-то еще маржу дополнительную, бонус по окончанию срока действия договора можно иметь. В каком возрасте в Медлайфе можно подписать, оформить договор, накопительную программу детскую? Собственно говоря, от рождения. Как только рождается ребенок, у него появляется документ свидетельства о рождении, с этого момента можно оформлять полис страхования накопительной Медлайфе, либо полис страхования здоровья. И насколько я знаю, на сегодняшний момент в украинских родильных домах на вторые сутки родители уже получают свидетельство о рождении. До 17 лет исключительно можно оформить детский полис в Медлайфе. То есть если ребенку вашему завтра исполняется 18 лет, сегодня ему еще 17, вы оплачиваете сегодня заявку, и у ребенка будет детская программа с детскими тарифами по страхованию здоровья. И этот полис будет действовать максимум до 27 лет, потому что минимальная сумма действия полиса 10 лет. И мы...